Очень рад, что у нас начинается эта серия ивентов. Мы будем делать их, стараться делать их еженедельно онлайн с представителями креативной экономики Центральной Азии. Даниэль, Даниэль, вы отключили себе микрофон. Да. Классно. Спасибо, что сказали. У нас сегодня представители всех пяти стран Центральной Азии. Я буду знакомить с ними, и мы обсудим, как дела обстоят с креативной экономикой и ситуацией ваших стран. Я буду отключать спикером микрофоны, пока мы общаемся с другим спикером. Хорошо? В первую очередь, Мадина, добрый день. Будете по алфавитному принципу стран. Вы из Казахстана, поп-ап-стор, Алматы. Очень классный проект. Я сам тоже посещал поп-ап-сторы. Видел очень много креативных товаров. Это очень подстегивает воображение. Пожалуйста, расскажите немного о том, как обстоят дела вообще с ситуацией с коронавирусом в Казахстане и какие ограничения существуют сейчас для граждан, для бизнесов. Всем привет. Еще раз. Даньяр, спасибо большое за отзыв. А мне нужно представиться? То есть как-то чуть-чуть рассказать? Или сразу рассказать, как мы живем? Я думаю, мы это сделаем на следующем вопросе. Хорошо. Да, как уже было сказано, я из Алматы, из Казахстана. Всем привет. Что происходит в Казахстане сейчас? Ну, у нас карантин. Режим ЧС. Это было объявлено еще три недели назад. То есть по указу президента официально с 16 марта в Казахстане режим ЧС ввели карантин. Но сначала это был такой, знаете, условно облегченный вариант карантина. То есть сначала просто запретили проведение массовых мероприятий, закрыли места массового скопления людей, то есть там ТРЦ, какие-то культурные пространства, арт-галереи, театральные площадки, концертные площадки. С 19 марта официально ушли на карантин два самых крупных города. Это Алматы и столица Нур-Сутан. С 30 марта стали уходить на карантин уже регионы. То есть въезд-выезд в города запрещен. Выходить из дома можно только за продуктами в близлежащие продуктовые магазины, в аптеки. У кого есть домашние животные, можно выгуливать тоже там, ну, в радиусе каком-то небольшом, точно не скажу, сколько от дома. У меня нет домашних животных. Ну, то есть всем людям рекомендовано находиться inside, внутри помещения и выходить только вот в случае острой необходимости, то есть за продуктами, либо в аптеку. Вот строгий карантин у нас 28 марта. И с 30 марта в стране нерабочий режим, то есть никто не ходит на работу, кроме организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, да, то есть это там акиматы, госструктуры, сотрудники там медицинских учреждений, образовательных учреждений. Ну, и я так понимаю, что ребята, которые работают там в продуктовых магазинах и аптеках, то есть у всех остальных строгий карантинный домашний режим. Сколько это продлится, мы пока не знаем. Вот примерно так. Классно. Спасибо. Азиз Султабаев из Кыргызстана. Азиз создатель первого интернет-маркетплейса в Кыргызстане, Светофор. И также создатель общественного фонда KG Labs, который занимается развитием стартап-экосистемы в Кыргызстане. Азиз, пожалуйста, в двух словах о ситуации в Кыргызстане. Все так же, как и в Казахстане. В двух словах. А если более подробно, можно сказать, добавок к этому, то, что, в принципе, население, ну, так же, насидит дома, но какая-то активная группа мобилизовалась, и она, на самом-то деле, как бы, учитывая слабость государства, оказывает сильную поддержку и помощь несколько уязвимым группам. И первая группа, это, ну, как бы, будем говорить, такое первое IT-сообщество, оно мобилизовалось для того, чтобы создать какие-то информационные системы и помочь государству и населению как бы с решением повседневных вопросов, получением достоверной информации, а также, в принципе, получением всех необходимых бак через интернет. Таким образом, появились ресурсы, как ОКО, ЕДУ, КОВКГ, которые помогают, как бы, детям получать удаленное образование. Так, появились еще определенные чат-боты и какие-то там, дополнительные ресурсы специфические для медиков. Да, допустим, до момента ведения чрезвычайного положения не было. Все было по старинке, как в советское время, но благодаря IT-сообществу у нас появились онлайн-инструменты, когда вот эти маршрутные листы и необходимые пропуска можно подбывать онлайн. Вот это то, что я вижу, как вкладом. Отдельные группы бизнес-ассоциации составляют списку нуждающихся и оказывают вам помощь. Дело в том, что, как и во всех странах, наверное, в Центральной Азии, во всем мире, как бы многие остались без работы, многие остались без источников дохода, может где-то не получают пенсии, при этом мы стали свидетелем о прецедентной девальвации. В нашей стране она как бы была... У меня мои друзья-казахи всегда говорили, что надо всегда вкладываться в СОМ, потому что СОМ очень долгое время стоял на курсе 69 СОМ, а буквально за последний месяц он скачал до 85 СОМ. Это очень сильно сказалось на стоимости продуктов питания, и, соответственно, как бы вот эта помощь, которая оказывается сообществами на местах, очень помогает. Ну и, в принципе, международные партнеры тоже вносят в это, сильный вклад всем необходимым. Спасибо большое. Сейчас хотел бы ответить на Викторию. Виктория, Лиму Медиа из Таджикистана, первое молодежное онлайн-издание. Очень популярное, очень много детей размещают, очень много просмотров. Виктория, пожалуйста, расскажите, какая ситуация в Таджикистане? Я знаю, что зафиксированных случаев коронавируса еще нет, в Таджикистане и в Туркменистане. Поэтому, хотя в Казахстане и Казахстане много похожего, но теперь мы переходим к странам, где все по-другому. На самом деле, да, в Таджикистане до сих пор есть зафиксированные случаи заражения коронавирусом. Недавно было подозрение на заражение коронавирусом на севере страны. Просто была очень интересная история. Мужчина умер, и из-за этого всю больницу перевели на карантин. Много слухов ходило по городу, но официально заявили, что у него была двухсторонняя пневмония. У нас сейчас, на самом деле, новости в стране делятся по официальным данным и по слухам. Ну, вы понимаете, как это происходит. Хотя представители ВОЗ официально объявили об отсутствии коронавируса. Вот. И у нас, на самом деле, все оптимистично, что за непосещение занятий в школах, университетах студенты и родители выплачивают штрафы. То есть, пока официально не объявили сам вирус, нужно ходить на занятия, на учебу. Многие компании перешли на удаленку, но так как у нас официально, снова скажу, не объявили о случае заражения, слово «удаленная работа» такое не используется. Говорят «каникулы», говорят «поработаем из дома». Это очень тяжелая, на самом деле, ситуация, потому что все боятся, и очень много слухов ходят по стране. Мы каждый день собираем новости о том, что происходит у нас. Сейчас у нас активно работают над предотвращением распространений. Я буквально вчера проводила исследование, так как Максим, который предположительно умер от коронавируса, он приехал в Таджикистан, из Кыргызстана. У нас есть только одно ограничение, но самое главное – это ограничение на авиаперелеты. Но самое интересное в том, что транспортные… У нас есть такие места по стране, где граница между Кыргызстаном и Таджикистаном незначительная, и там даже нет таможенных пунктов. Вот этот мужчина как раз-таки вернулся в страну по такой границе. Мои знакомые также из Наруна по таким границам приезжают, и из-за этого очень страшно людям. Меры предпринимаются. У нас сейчас многие швейные предприятия перешли на паших, именно защитных масок, марлей и прочего. Правда, по стране невозможно найти антисептики. Все их сейчас делают сами. Также и до вчерашней новости про маски тоже была с этим проблема. Несмотря на то, что коронавируса нет, все боятся, носят маски, антисептики повсюду. Бизнес, правда, страдает. По всем заведениям, по нашему моллу людей почти не встретишь. Хотя официально ничего нет. Это если очень коротко. Окей. Спасибо большое. Емеля, расскажите, пожалуйста, как дела в Туркменистане обстоят. Тоже пока свободны от коронавируса. Всем добрый день. Рада всех вас слышать. Сегодня в Ашкабаде выпал снег. Не представляете, какой снег был. Просто у нас такого снега не было вообще в новом году. И сегодня у некоторых есть настроение, у некоторых нет настроения из-за снега, так скажем. Но несмотря на ситуацию, что касается ДАС, данный вирус нас не коснулся, слава Богу. Выявлены с вирусом, тоже не обнаружены. Но правительство все равно держит руку в пульсе и проводит различные мероприятия по предотвращению. Увеличили также карантин в школах, ограничили массовые скопления мероприятий для проведения. И также везде ставят антисептики в любых организациях, куда мы не пойдем. Нужно обрабатывать руки, мазать аксалиновую мазью. И после этого уже пропускают в какие-либо здания. Некоторые иностранные компании, они перешли на whole офис, то есть они дома работают удаленно. И сотрудники, получается, они жалуются, что они хотят уже выйти на работу. То есть им сидеть дома скучно. Вот. И местные компании, некоторые перешли тоже на удаленную работу. Это в целях предотвращения. Конечно, это временное явление. То есть, может, и закончится. И маркеты у нас тоже, рестораны тоже перешли на онлайн-достатки. Вот. Вот. Куртминстан, сегодняшняя ситуация в связи с этим. Понятно. Спасибо. Хикмат, пожалуйста. Да, извиняюсь, я не представил, что Джамиля – это человек, который открыл первый коворкинг в Туркменистане. Называется «Яичнокады». Мы поговорим об этом тоже чуть позже, но пока поздравляю вас с открытием. Это произошло в феврале, я видел. Здорово, такой классный прецедент. И вот как раз Хикмат, у него компания, которая называется «HM Partners», включает в себя больше 10 разных направлений, в том числе дистрибуцию строительной техники и в том числе сеть коворкингов «Граундзеру», очень большая сеть, которая находится в Ташкенте и в Самарканде. Как дела в Узбекистане, Хикмат? Расскажите, пожалуйста. Всем добрый день. Спасибо, Даньяр, за презентацию. Всем привет из Ташкента. В Ташкенте многие вещи происходят в очень похожем сценарию, как и в соседних странах. На сегодняшний день больше 500 человек официально зарегистрировано, как болеющие коронавирусом. Ну, что я могу сказать? Конечно, за этот месяц очень многое поменялось в жизни узбекистанцев. И, как и вы сейчас описываете, многие вещи происходят по очень схожему сценарию. Говоря же о действиях государства, я бы вот описал, как ни странно, я бы описал действия нашего государства очень адекватными. Почему я говорю, как ни странно? Потому что, но мы привыкли к тому, что у нас государство неповоротливое, большое, этот аппарат, он давлеет и ничего хорошего не делает. Но за последние пару лет мы не перестаем удивляться, и это искренние слова, что оказывается можно нормально работать, оказывается можно работать в партнерстве с бизнесом, в партнерстве с населением. Сейчас очень многие бизнесмены, у нас есть клуб единомышленников, мы все соглашаемся более или менее с тем, что меры очень адекватные, в том плане, что без перегибов. Хотя проблема очень тревожная, но все прекрасно понимают, что есть одна проблема, это в области здравоохранения, и вторая проблема, она, наверное, будет больше, это экономическая проблема, экономические последствия от коронавируса. Поэтому, с одной стороны, конечно же, нужно изолировать, сейчас у нас статус самоизоляции, обязательной самоизоляции, у нас пока еще не ввели ни чрезвычайного положения, потому что это, в принципе, очень страшно для населения, само это слово. Поэтому государство очень адекватно реагирует. Я сам оказывался на улице по необходимости несколько раз, и садился за руль, и объяснял, почему я за рулем, потому что навещал родителей, которые уже в пожилом возрасте. Я сталкивался с абсолютно адекватным отношением национальной гвардии и местных органов власти. При том, что стоят посты, около 60 постов внутри Ташкента, организовано вдоль улиц, и я бы сказал, что местные, местные муниципальные органы, и в принципе, правительство реагирует очень адекватно. И говоря о том, что происходит в области бизнеса, я бы сказал, что бизнес тоже испытывает большие трудности. Как Данияр отметил, мы работаем и в креативных направлениях, как в каоркинг-центре, так и в традиционных, где мы поставляем оборудование, технику. Конечно, мы чувствуем остановку либо очень резкое снижение активности. Мы чувствуем, что это очень сильно бьет по бизнесу. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Многие вынужденно и быстро, ускоренно переходят в онлайн. У нас, к сожалению, интернет отстает в плане развития. Это государственная монополия, по большому счету. Большой канал входит в Узбекистан монопольно. И я думаю, что государство сейчас вынуждено будет создавать рыночные условия. И в традиционных монопольных сферах мы видим, что сейчас государство осознает, что иметь открытую экономику лучше. В каком смысле? Вот сейчас после введения режима карантина очень многие ставки по таможне были обнулены, чтобы сделать продукты питания еще более доступными. Мы видим, что государство понимает, что, как вот Азиз сказал, гражданское общество может быть, и бизнес может быть, очень большим помощником социальной стабильности. Поэтому волонтеры очень активно помогают, особенно уязвленным частям населения, слоям населения, старикам, одиноким. Очень сильная мобилизация произошла в этом плане, особенно в Ташкенте это чувствуется. И министры, госслужащие благодарят, в цифровом виде именно онлайн благодарят и показывают свою вовлеченность. Очень быстро информационная такая вот подключенность осуществилась. Опять же говоря, о реакции... Чуть-чуть пропали. Да, это был звонок, извиняюсь. Открылся телеграм-канал, и государство открыло ежедневную коммуникацию с населением. Сейчас там больше полутора миллионов пользователей, есть телеграм-канал, и ежедневно в пресс-конференциях выступает МВД, Национальная гвардия, служба санэпидемстанции, Министерство здравоохранения ежедневно докладывают о прогрессе. И это приятно видеть, что наши госорганы научились работать с информацией. Поэтому в целом я бы сказал, что ситуация трудная, но не плачевная. То есть в принципе все адекватно реагируют. Ваш каворкинговый бизнес сейчас на паузе. Да, наш каворкинговый бизнес на паузе, но тем не менее наша команда очень быстро подключилась и делает сейчас бесплатные вебинары. Да, вот Даниэр, говоря о том, что делает бизнес, наши ребята бесплатные вебинары выкладывают. Я думаю, это наша общая боль в странах Центральной Азии. Нехватка информации, нехватка аналитики и нехватка экспертного мнения о том, что происходит. Мы сидим на московских вебинарах о том, что нужно делать в финансовом плане, о том, что надо делать в их плане HR. И приятно видеть, что активные бизнесмены, активные платформы, в том числе Ground Zero, ежедневно делают бесплатные вебинары, где мы слушаем и даем возможность экспертам рассказать о том, как жить во время коронавируса и как жить, самое главное, после него. Спасибо большое. Мадин, расскажите, пожалуйста, как ваш бизнес, как на нем отразилась текущая ситуация и как вы реагируете, что вы пытаетесь поменять, может быть, в своей модели, учитывая ситуацию. Алматы Pop-Up Store. Я коротко расскажу, да, может быть, кто-то не знает о том, что это за проект. Это ярмарка одежды и аксессуаров, преимущественно казахстанского производства. Я не зря использую именно это слово, потому что к нам за последние пару лет едут все больше классных ребят из Ташкента, из Бишкека и все больше становятся участников из стран Центральной Асии, чем мы, конечно, дико гордимся. Проект был основан 7 лет назад, то есть на сегодняшний день мы сделали уже 15 сезонов, он разрастается, он становится все больше. То есть в весенние сезоны к нам приходит около 20 тысяч человек за два дня на площадку, это много. Таким образом, на сегодняшний день как бы это даже нельзя назвать как таковой ярмаркой, да, то есть понятно, что когда к тебе приходят 20 тысяч человек, ты их кормишь, ты их развлекаешь, то есть появились зоны еды, музыки, воркшопов, мастер-классов, детские зоны, потому что многие приходят семьями. Таким образом, Алматы Попа Попстор сегодня это такой большой городской лайфстайл-фестиваль, у которого очень много составляющих. Команда, которая его делает, работает не проектно, а работает нон-стопом. То есть вот мы заканчиваем один проект, да, в течение двух-трех недель там мы закрываем всю документацию, занимаемся какими-то бухгалтерскими вопросами, договорами и прочее, а потом уже начинаем готовиться к следующему сезону, и мы проводимся два иногда три раза в год. То есть весенний маркет, он для нас всегда был и является основным, потому что он самый большой по посещаемости, и с точки зрения бизнеса он, конечно, самый прибыльный. Мы его всегда проводим в конце мая, традиционно, и на момент, когда все карантинные меры у нас в стране были объявлены, мы как раз готовились объявить локацию следующего сезона маркета. Мы начинаем работу обычно в январе, то есть январь-февраль идет работа нашей внутренней команды, когда мы находим площадку, договариваемся, делаем схему зонирования, архитекторы работают, это достаточно большой подготовительный процесс, а в марте мы уже готовы официально объявляться и говорить, мы готовы принимать заявки. То есть мы озвучиваем дату, локацию, условия и готовы к обратной связи от аудитории. Вот именно на этом этапе у нас вся деятельность была поставлена на паузу в марте этого года. То есть что происходит сейчас? Сейчас, разумеется, мы на паузе, и по нам это, с одной стороны, ударило сильно, потому что мы являемся массовым мероприятием. То есть даже если заканчиваются карантинные меры и становится все чуть-чуть посвободнее, люди начинают ходить на работу и прочее, когда снимут запрет на проведение массовых мероприятий, это большой вопрос. Таким образом, мы сейчас внутри команды работаем над оптимизацией процессов. Немножко расскажу про наши какие-то технические детали, как готовятся ярмарки, например, у нас в Казахстане, потому что АПС является самой крупной ярмаркой в Казахстане. И вот, может быть, коллеги мне подскажут, но, насколько мне известно, он является самой крупной ярмаркой в Центральной Азии. То есть я приезжала как раз-таки на форум Creative Central Asia в Ташкент, и мы разговаривали с ребятами вот из шести стран, и, собственно, вот, как бы такую информацию мы получили. В постоянной команде проекта 10 человек, у нас офис в центре города, то есть 7 лет проект существует, и чем мы гордимся сейчас, мы никого не уволили. То есть в текущей ситуации все перешли на удаленку и находятся сейчас в таком, знаете, полуотпускном режиме, да, потому что все работают, но понятно, что они с 9 до 7. Такая вот частичная занятость у всех мы смогли как-то... Конечно, у нас была какая-то финансовая подушка, к счастью, но, к сожалению, она не резиновая. И так как у нас нет сейчас прогнозов по тому, как долго вот эта ситуация неопределенности продлится, естественно, мы не можем, знаете, как прогнозировать, насколько нас хватит. И я знаю, что такая ситуация не только у нас, а как раз-таки у многих ребят, задействованных в секторе креативного творческого бизнеса у нас в стране. Таким образом, какие меры мы предпринимаем сейчас? То есть да, мы поставили на паузу, но то есть процесс подготовки любого городского массового мероприятия, он, по сути, состоит из двух частей. То есть одна техническая, логичная, всем понятная, вторая, она идейная. То есть вот, наверное, сейчас как раз-таки вот этой идейной частью мы и занимаемся, в том числе и продумываем оптимизацию всех процессов, в том числе и диджитализацию. Все, что мы можем перевести в онлайн, мы стараемся это делать. То есть вот то, на что в обычном режиме никогда не хватало рук, собственно, вот не хватало времени, да, сейчас мы там всем этим занялись. И на данный момент, конечно, мы занимаемся еще и финансовыми вопросами, то есть мы считаем убытки и пытаемся понять, во сколько нам станет весь этот простой. И мы для себя разработали на данном этапе там три варианта сценария, то есть оптимистичный, бессимистичный и какой-то такой средний, да, посередке. При оптимистичном мы там выходим на работу через месяц, и в принципе наша финансовая подушка нас спасет тогда, и мы продолжаем работу. Средний – это если мы сможем провести следующую ярмарку, например, летом или хотя бы в конце лета, ближе к осени, то есть тогда мы переводим часть процесса в диджитал, и таким образом, опять же, сможем продлежаться до этого времени. Ну и третий – самый пессимистичный, если ярмарки в этом году не будет вообще. Ну то есть потому что сейчас, да, мы все следим за официальными заявлениями правительства и понимаем, что никто не может дать каких-то точных прогнозов по тому, как долго это продлится. Есть ряд ученых, которые рассуждают о сезонности вируса, например. То есть если летом будет спад, а к осени опять, ну как бы, будет скачок. Что будет в таком случае? И мы, разумеется, это просчитываем тоже и думаем сейчас над, например, вот, над тем, чтобы создать маркетплейс на базе Алматы Бопопстор, но нужно понимать, если это в долгосрочной перспективе, да, то хорошо, если сейчас люди держатся на каких-то там своих прежних запасах, то к осени у большинства населения просто закончится вот любая финподушка, и понятно, что люди будут деньги тратить в первую очередь на FMCG-продукты, то есть, ну вот, на то, что им нужно есть, то, что им нужно каждый день. Но наш бизнес очень тесно связан с какими-то красивыми и классными штуками, с сувенирами, вещами, с продакт-дизайном, с фэшн-дизайном, то есть, это такой товар, который неприоритетный. Таким образом, мы сейчас очень детально думаем, как может выглядеть этот маркетплейс, насколько он может быть полезным, то есть, так как у Пупапа есть такая большая зона мастер-классов, воркшопов, большая эко-зона, то есть, возможно, мы просто переориентируемся и сделаем упортом на вот эти вещи. Мы вот как раз-таки вчера обсуждали с Галиной Корецкой сложившуюся ситуацию в сфере именно креативного бизнеса. И знаете, есть такой жирный плюс у этого всего, который мне хотелось бы отметить. Он, наверное, прозвучит немножко успокаивающе для нас, для всех и, возможно, для аудитории тоже. То есть, специфика, скажем так, творческого бизнеса в том, что в основном он состоит из людей самозанятых. То есть, мы, по сути, все когда-то сами себе придумали работу, придумали дело и сезон в сезон как бы вот этим занимаемся. Чем это классно? Это классно тем, что работать в условиях какой-то финансовой неопределенности в долгосрочной перспективе для нас – это такая некая норма, к которой мы, в принципе, все привыкли. И я думаю, что вот именно в сфере креативного бизнеса вот меньше панических настроений в связи с сложившимися обстоятельствами, потому что, ну вот, эта сфера бизнеса, она же такая. Самое главное – человеческий потенциал и его идеи. То есть, это люди, у которых есть самое главное, они очень гибкие. То есть, я уверена, что в команде каждого из моих коллег сегодня все ребята такие многозадачные, то есть, которые умеют очень быстро перестраиваться. Именно поэтому мне сфера творческого бизнеса кажется более устойчивой к вот такого рода катаклизмам. И, конечно, не секрет, что правительства, вот стран азиатского региона всегда больше внимания уделяли, скажем так, более таким приоритетным для них сферам экономики, где все можно посчитать, перевести в цифры и очень быстро понять, где доход, где расход, где чистая прибыль. Конечно, творческое предпринимательство, оно менее, его сложнее посчитать, но есть ощущение, что оно как раз-таки более стабильное, потому что в большинстве своем оно состоит из маленьких бизнесов, которые дольше могут продержаться на плаву, потому что крупные корпорации, они очень, им сложнее, у них ежемесячный расход вот такой, огромный, а нам как-то попроще, мне кажется. Сейчас об этом тоже порассуждаем, как раз, мне кажется, вам будет полезно познакомиться с Азизом, если вы не знаете, Азиз создавал первую marketplace в Кыргызстане и онлайн marketplace еще в студенческие годы. Амазон начинал с книг, и у Азиза огромное в этом. Азиз, как ваш бизнес поживает сейчас, как он реагирует, что вы изменили для того, чтобы адаптироваться к ситуации, или просто все у нас происходит? Ну, на самом деле, как бы это, вот если брать период до этого марта, в принципе, информационные технологии в первую очередь, наверное, сделала все эти сообщения информационные, как бы это, и для начала это был достаточно удар, так, который негативно сказался и, может быть, застал расход гораздо раньше, чем другие сектора экономики, которые, как бы, зависели от воздействий проставщиков и торговых площадок, да, и это, соответственно, вызвало определенные перебои с кэшфлоу, но, однако, вот, знаете, как бы, постоянный пыль всех необходимых решений нас привел к тому, чтобы мы тоже адаптировались, да, если, как говорится, благодаря тому, что где-то там с началом гарантира мы спокойно перестроились на удаленную работу, штат сократился, но, однако, как говорится, продуктивность выросла и, в принципе, все сейчас на ремонт-режиме в принципе удаленно работают, первое время для всех поставщиков, продавцов это было шок, мы в тебя ожидали и не верили в все, что случилось, так мы, в принципе, были готовы и, наоборот, можно сказать, с второй недели начала карантина у нас, в принципе, дела пошли вверх, просто пошли вверх, они идут и так далее, у нас количество заказов, продаж, в принципе, все просто растет, да, по сравнению с первой неделей или растет по сравнению с тем, как обычно? Нет, как бы растет сравнительно от того, что, я бы сказал, растет сравнительно даже прошлого года, да, он, как бы, динамичный становится, наоборот, это фанш, как пришлось, попадем, это было достаточно неожиданно, и, но, тем не менее, как бы, это очень положительная динамика, которая, в принципе, имеет, ну, как бы, хорошая основа для того, чтобы мы, как бы, в дальнейшем могли успешнее развиваться, то есть, маркет, мы это уже реализовали уже, как раз, реализовать уже 5 лет, в течение 3 года, как говорится, делали, социологи, где-то и были в позитивные моменты, где-то эффективно, но, сам как, то, что, как бы, мы работаем, да, сейчас у нас, в принципе, нормально, полностью перестроились, помимо декутчик в традиционном направлении, учитывая, что 70% сейчас заблокированы, ущиков, продавцов, только 30% готовы работать, перестроились и запустили, условно говоря, академию светофор, это образовательная платформа для обучения науками электронной коммерции, которую мы прорабатываем, второе, это доставка продуктов питания, третье, это food delivery, это, как бы, доставка еды, вот, ресторанов и кафе и, в принципе, медикаментов, вот эти направления, которые мы сейчас включаем, появляются совершенно новые продавцы на площадке, это те, которые раньше были, может быть, швейные фабрики или магазины, они вдруг сейчас стали, как бы, это, ну, они начали сейчас заниматься самопошивом масок всех необходимых, да, и вот медицинских, и всего необходимого для текущих, может, там, антипеспираторы, какие-то лавкевые дозаторы и вот такие категории товаров и услуг. Ну, в целом, как бы, это, наоборот, те вещи, которые, допустим, мы, как бы, пытались где-то там успешно, где-то безуспешно, как бы, донести до предпринимателей в секторе малого и среднего бизнеса, да, сейчас станет, уже, как бы, стала реальность, и они, наоборот, идут к нам встречу, у нас, как бы, как говорится, ну, как бы, ситуация, я бы сказал бы, даже, как бы, улучшается, скажем, не, то есть, мы не рассматриваем такую ситуацию, что, как говорится, вот, в какой-то момент это все прекратится и будет все как прежнее, то есть, мы исходим из того, что был мир там до этого коронавируса и мир был и после него, и, благодаря, и тому есть несколько факторов в том, что, благодаря этой самоизоляции произошло, скажем так, первое, преодоление цифрового разрыва внутри страны, географического, исхода, когда, как бы, какие-то части стран не были подключены, не обладали необходимыми цифровыми навыками, а в случае из-за самоизоляции, как бы, они вынуждены, как бы, использовать интернет и все эти технологии в большем количестве и объеме. Второе, это демографический, когда определенные возрастные группы не были подключены, просто не пользовались, а сейчас, в силу того, что есть и профессиональные потребности и прочие потребительские потребности, они, как бы, вынуждены учиться, то есть будем говорить, что сейчас Zoom Video Conference и другие системы видеоконференции пользуются все, то есть учителя старшего поколения, там, 60-60 лет, которые не обучались, раньше, сейчас вынуждены учиться и в совокупности все это позволяет поменять общую, скажем так, люди после вот этого карантина выйдут уже другие и они уже, как бы, будут более осознанные, более продвинутые с точки зрения цифровых навыков и в принципе с другой, может быть, парадигмой восприятия мира, то есть вот это была какая-то сейчас волна там фейк-ньюс и так далее, которые, в принципе, как бы, вот эти группы, социальные группы в социальных сетях и так далее, как бы, пытаются там массивно, как говорится, разоблачить и обнаружить, как говорится, что действительно правда, а что нет, и это позволяет общую цифровую грамотность населения в наших странах поднять, сделать такой большой шаг для цифрового скачка. Допустим, с точки зрения государства, ну, допустим, каждый из наших государств, из нашей страны, например, цифровую стратегию трансформации, реализует, и были какие-то моменты прорыхи, когда кто-то, какие-то там органы не выполняли или противились ему этому, благодаря коронавирусу они были вынуждены и для их же безопасности предоставлять эти услуги удаленно, да, и в этом плане наоборот, как бы ускоряется, с точки зрения цифровизации все эти сервисы предоставляется больше. будем говорить, у нас там справки с социального фонда о неимении каких-то там задолженностей или для получения там пенсии, необходимо было бы получить определенную бумажку. Все эти вещи, в принципе, можно будет теперь получать удаленно, и количество взаимодействий, ну, как бы общая скорость взаимодействия в обществе, экономическая активность, она уже вырастет на определенную энную величину, что является, в принципе, положительным фактором. То есть, я думаю, в принципе, хорошо. С точки зрения общественной деятельности, если ранее, как бы мы только бы не встречали непонимание со стороны партнеров по развитию или других товарищей и даже государства, почему нам нужно цифровизацию сделать или как бы проводить какие-то мероприятия в этой сфере, то сейчас, наоборот, поступают определенные новые запросы, заявки для того, чтобы мы реализовали эти проекты. И это, в принципе, началось буквально со второй недели осознание, что это у нас будет надолго. то есть, где-то, скажем так, возможности закрываются, а где-то возможности открываются. Я думаю, еще одним большим фактором, два ключевых фактора, тренда, которые происходят, это изменение, цифровизация здравоохранения и цифровизация сектора образования. Вообще, исторически было связано, что эти сектора наиболее менее подвижены всем этим реформам и менее, как бы, подвижны. что происходит, потому что сейчас большинство все идет к тому, чтобы у нас удоконили телемедицину и, второе, удаленное обучение. Если эти два фактора как бы, пройдут вперед, то это значит, что, в принципе, любой ученик, либо студент, находясь в Кыргызстане или за пределами, может получать образование на таких платформах, как Курсера, Юдеми, и, в принципе, поменяется система образования в целом. То же самое и произойдет с телемедициной. Сейчас, в принципе, как бы, де-факто она есть, но юридически она ничем не закреплена. Если эти параметры будут исправлены, то это тоже открывает огромный пас в возможности для медиков, для врачей и других специалистов тоже, я думаю, именно в сфере консалтинга и образования. Понятно, классно. Как раз поговорим об этом еще, о том, как, может быть, те креативные бизнесы, которые пострадали, могут адаптироваться, учитывая, что все-таки открываются эти возможности. Пока я еще хотел спросить, вот, Джимиля, расскажите, пожалуйста, как открылся ваш коворкинг, как идут дела, и ситуация с коронавирусом как-то вообще на вас отражается или нет. Мы открылись 11 февраля, официальное открытие было 11 февраля 2020 года. Мы пустили волну в Турпинистане, что такое коворкинг-центр. То есть, практически наши населения, они не знали, что такое коворкинг-центр, и для них было это интересно, что за пространство, и что здесь вообще предоставляется. И до сих пор люди приходят с интересом и спрашивают, что у вас здесь происходит. Несмотря на это, мы сейчас проводим различные мероприятия для того, чтобы развивать малый и средний бизнес в Турпинистане. И сейчас очень многие интересуются, приходят, им нравится, те, которые уже пришли, побывали, мы проводим мини-экскурсию по коворкинг-центру. Им интересно здесь находиться, в том числе и поучаствовать в различных мероприятиях, которые мы проводим. То есть, это тренинги, семинары, форумы, и те же самые обучающие мероприятия. И вот для того, чтобы привлечь в данный момент, скажем так, резидентов, чтобы коворкинг-центр, и что здесь происходит, воркинг делаем, воркшопы делаем, да, чтобы они не поменяли. И, Даньяр, вы поделитесь с профессиональным опытом в конце семинара, как мы могли бы дальше развивать свой коворкинг-центр в Турпинистане, потому что мы первая компания сейчас, которая реализовывает данную идею, и чтобы она не перегорела, да, чтобы народ уже понимал того, что есть такое бизнес-пространство, где здесь круто находиться, продуктивность у них увеличивается, и они себя здесь чувствуют важными, скажем, тогда. И 24 марта вот мы провели день креативной экономики, решили провести, чтобы, да, чтобы немножко уже наше население понимало, что такое креативная экономика. Мы-то сами-то начали понимать после того, как мы приняли участие в форуме, креативной ценности. А, форуме, да, да, да. Вот после этого мы начали понимать, что такое креативная экономика, но некоторые-то не понимают, что такое креативная экономика, вот для этого мы решили провести именно вот день креативной экономики. Более подробно рассказала наша замечательная ДНР британского посольства, и она дала информацию, какие есть плюсы-минусы, плюс еще статистические данные о Великобритании, и слушатели, когда уходили с форума, они оставили фидбэк, и они сказали, что вот теперь мы понимаем, что такое креативная экономика, да, они слышали про креативную экономику, но что подразумевает себя креативная экономика, они до этого не знали. После того, как спикеры выступили, они сделали мастер-классы, даже те самые творческие люди не проводили мастер-классы, чтобы они, слушатели чувствовали такой интерактив и понимали, куда они пришли и с чем едят эту, скажем так, креативную экономику, да. Вот, и сейчас, как бы, нас, нам не запрещает именно такое скопление, из-за этого мы проводим различные тренинги, семинары тоже в ка-воркинг-центре, для того, чтобы больше народа там привлечь ка-воркинг-центр, чтобы они понимали, что такое нет-воркинг тоже, да, масса. Вот, и 28 крируем креативный ивнинг сделать, то есть вечер креативной экономики, то есть будет выступать наша фрилансер, она тоже была в Ташкенте, Таша Иркаева, она будет рассказывать про фрилансеров, которых можно сидеть дома зарабатывать и про свой успех, да, вот, чтобы фрилансеры тоже понимали, что можно сидеть дома тоже сидеть и зарабатывать. Плюс еще тот же самый ка-воркинг использовать для того, чтобы развивать свой бизнес. Она будет именно сопоставлять две темы. Даже в Белит тоже они участвовали, они тоже поделились своим опытом по креативной студии. Мы когда встречались с ними, они сказали, что здесь как бы молодежь, которые позиционируют себя, что мы дизайнеры, веб-дизайнеры, они немножко отличаются от тех понятий, которые они сейчас в свою деятельность ведут. Вот ребята с Бенли. И обсудили то, что у нас нехватка специалистов, тех же самых и дизайнеров. У нас здесь зародилась идея проводить семинар по профориентации. Наша молодежь, большинство, они идут, учатся на бухгалтера, на экономиста, на юриста или на кого-то еще, на маркетолога, скажем так. А вот именно востребованной специальности они особо не выбирают и не задумываются об этом. Мы решили у себя проводить различные семинары, чтобы молодежи дать понять, что лучше уже выбирайте конкретную направление, чтобы в дальнейшем он вам пригодился. То же самое мы планируем делать еще со старшеклассниками. Пригласить хотим родителей тоже в направлении для молодежи, чтобы они дальше учатся учиться в Туркмении или за границей неважно, но самое главное дать им правильное направление востребованной специальности. Спасибо, Демиле, это очень для нас хикматом звучат как истории из нашего хорошего, доброго, из наших хороших, добрых, старых дней. Это здорово, что у вас такая нормальная жизнь сейчас продолжается, потому что для нас нам кажется, что это уже очень-очень давно было доступно для нас заниматься такими приятными созидательными вещами, а не спасать. Спасибо, Джамиль. Виктория, расскажите, пожалуйста, ваш бизнес, как сейчас. Ну, у вас онлайн-медиа и тем более нет коронавируса, наверное, все хорошо? На самом деле медиа сейчас страдают очень сильно. Недавно вышло исследование New Reporter по Таджикистану, как выживают медиа в Таджикистане в ситуации коронавируса. Комментарии дали разные медиа, на что мы вовляем новостное издание Азия Плюс, новые издания. Все жалуются на отплыв рекламы. Мало кто сейчас в ситуации коронавируса хочется рекламировать. по их комментариям. Но на самом деле наше издание прям выросло. Мы очень подходим по формату сейчас в этой ситуации, потому что большинство заведений они сейчас страдают из-за того, что люди боятся выходить из дома, из-за того, что такая ситуация происходит. И они нуждаются в рекламе. И их потенциальная аудитория это как раз таки наши читатели. Так как мы единственное и первое такое издание. все обращаются к нам и мы сейчас очень довольны. И в плане работы непосредственно самого медиа у нас почти все сотрудники работают на фрилансе. Они работают из дома, то есть мы изначально были готовы наверное к такой ситуации. Другие издания говорят о том, что они сейчас очень боятся арендной платы и прочего, потому что рекламы нет, а офис снимать дорого. Вот также целое издание Азии Плюс, самое популярное, самое старое по Таджикистану, они все ушли на удаленную работу. Как раз таки после этой новости, когда на севере страны появились подозрения. А вообще по стране на самом деле бизнес очень страдает, потому что я уже говорила, половина новостей, если так можно назвать, это слухи. У нас народ очень любит слушать всех, зарпанное радио ужасно хорошо работает. Страдает не только сфера заведений в плане кафешек и прочего, страдают также молодежные клубы, молодежные активисты у нас сейчас очень нуждаются в разных клубах. Клуб интеллектуальных игр, что, где, когда прекратил свою работу, дебатные клубы. Я именно просто молодежью занимаюсь и много отзывов в этом плане получаю. Несмотря на то, что коронавируса нет, люди подозревают, что он есть, и сейчас у нас креативно к этому подходит, у нас начали шить национальные маски, медицинские, ну, основные моменты. Да, мы вообще позитивный народ, из-за того, что у нас на самом деле и издание само по себе креативное, мы стараемся писать не о плохом, но даже новость о коронавирусе подавать положительный, ну, мы видим по вашей нерварике, да, что вы прям позитивны сейчас. Я смотрю просто сейчас одновременно на лице Азиза, Матина и Хикмакер. Понимаешь, что мы, хотя мы в тех соседей, но жизнь у нас очень разная. Да, у нас коронавирус, ха-ха-ха, все дома сидят и читают наши медиа. Классно. Мы рады за вас. В самом деле это так и происходит. У нас начали сначала шить национальные маски, просто как ради. Потом это начали очень активно раскупать. И у нас целый модный дом, модный дом дизайнера Анафиса Емрановой. Она получила недавно награду от ЮНЕСКО. Они выпустили целую серию таких масок для примера. У нас блогеры устраивают разные фотопроекты с такими национальными штуками. И плюс сейчас ЮНЕСЕФ активно поддерживает всякие челленджи. Блогеры стали популярны выкладывать видео, как кто-то моет руки, выкладывать видео с призывами сидеть дома. Но на самом деле это все сложно, потому что штрафы, когда сидишь дома, потому что работа работа. И больше всего, я думаю, переживают страдают родители. Потому что у нас по Таджикистану только одна школа ушла на онлайн-обучение. Но эта школа является филиалом российского заведения. А остальные работают в привычном режиме. Но самое главное, что нашим медиа очень хорошо. Как бы это плохо не звучало. Очень много инфоповода. Мы очень рады за вас. Мы так рады. Вы, кстати, можете подкинуть людям в Таджикистане идею переходить по тем самым участкам границы непонятным. Кыргызстан. Здесь можно бесплатно. И выштрафовать за это. И даже будут поощрять. Спасибо большое. Фикмат, я вас прошу, сейчас начали уже говорить о том, что начали делать вебинары ежедневные, и что это вас тоже подтопнуло, и может быть, какой-то буст этому придало. И сейчас Азиз тоже упоминал, что теперь даже те люди, которые не хотели идти в интернет, они сейчас в интернете. И госорганы уже в интернете, и как-то становится новой реальностью. мы в форуме Креативной Центральной Азии обсуждали всегда, что хоть пять стран рядом, на самом деле, даже ментально очень близки, у нас очень разные реальности, разные экономики, мы даже не знаем бренды из каждой из стран. Не настало ли время для большей гораздо кооперации центрально-азиатских стран сейчас? Что мог бы сектор креативный центрально-азиатский сейчас делать совместно? Потому что раз уж мы в интернете, то значит границ тоже особо уже нет. Почему бы нам не сотрудничать? Даже в Казахстане и в Узбекистане к примеру тоже. Ну в своем национальном стиле. И какие-то другие вещи. Что вы думаете? Даниэр, спасибо за вопрос. Ну на самом деле благодаря вашей инициативе мы это продолжаем делать. Обмениваться опытом. Очень интересно слушать наших коллег из соседних стран и смотреть кто что делает. Потому что это подталкивает и нас на какой-то дополнительный мне кажется какие-то действия. Вообще однозначно более применим опыт соседних стран, нежели смотреть что происходит по CNN или там что происходит в Сингапуре. Это абсолютно другая реальность, другие финансовые вопросы. Поэтому однозначно вот подобного рода обмен опыта он должен происходить независимо от вот этих наших текущих проблем. Говоря же о том, что в Узбекистане меняется и как можно продолжать это сотрудничество делать в режиме сегодняшних дней, однозначно я считаю, что это надо делать. За последний год статистика показывает, что Узбекистан очень сильно открылся для стран Центральной Азии. Количество посетителей в Узбекистан, когда туризм еще был очень в тренде, когда индустрия туризма развивалась, цифра увеличилась за год в два раза. На сегодня по примерным оценкам где-то 6 миллионов человек посетило Узбекистан и примерно 55% это были соседние непосредственные страны. То есть вы можете увидеть, что эта цифра резко увеличивается и из слов коллег мы слышим, что какие-то мероприятия происходят в Ташкенте, какие-то ташкентские эксперты выезжают с удовольствием. То есть с Узбекистана я имею в виду. В целом однозначно я согласен и вот Азиз отметил роль образования. Мы планируем открывать в этом году, несмотря на эти проблемы, частный университет и в нашем нашей концепции развития, которую мы сейчас обсуждаем с нашими коллегами, у нас есть большой британский компонент и в этом плане мы однозначно будем делать больше акцента на онлайн образование и действительно в Узбекистане как и в других наверное соседних странах с большим скепсисом воспринималось образование онлайн. Ему не доверяли, его считали недостаточно фундаментальным, непроверенным и так далее. Сейчас это становится очевидным, что онлайн или как это называется blended learning, то есть совмещение онлайн и офлайн образования, оно будет очень сильно доминировать. И те университеты, кто сможет переориентироваться, однозначно будут в топе, будут сильнее других. Госуслуги действительно у нас очень долгий период времени онлайн вообще не предоставлялись. мы были в этом плане аутсайдерами. Но вот за последний год, особенно в связи с ограничением по физическому перемещению, госуслуги активно переходят в онлайн, начиная от реальных услуг, услуг получения паспорта, услуг регистрации, имущества, все это сейчас либо уже представлено онлайн, либо сейчас будет очень быстро переходить в онлайн по вынужденной мере. Поэтому я считаю, что опять же в этом надо искать позитив. Очень многие вещи происходят быстрее. Также это касается и бизнеса. Если раньше люди ленились развивать онлайн компонент, то сейчас это вопрос выживания, начиная от доставки, кончая от представленности всех услуг, в том числе финансы. То есть у нас один из самых консервативных наверное финансовых систем в Центральной Азии у нас порядка 90% госактивов, то есть финансовых активов, финансов, они в руках государства и очень активно вот перед коронавирусом государство хотело приватизироваться. Естественно это становится очевидным, что надо делать это семимильными шагами, иначе просто придет дефолт, придут проблемы и государство просто будет неактуально. Поэтому я думаю, что вы отметили креативную индустрию, я вам в двух словах рассказал о туризме, это однозначно должно быть в топе. Сервисный сектор, вообще у нас доля сервисного сектора, она была очень маленькой, хотя Центральная Азия и в частности Узбекистан всегда отличались тем, что здесь всегда была сильная торговля, всегда мы пытались быть предприимчивыми и соединять Запад и Восток, то сейчас я думаю, что нас сама жизнь заставляет делать это быстрее, развивать образовательный сектор. У нас до сих пор, к сожалению, высшее образование не покрывает большую часть населения и мне кажется, государство понимает, что без быстрых реформ сейчас просто население очень сильно обеднеет. Поэтому я надеюсь, что все, и общество, и государство, и все остальные будут делать все для того, чтобы креативная индустрия стала локомотивом выживания наших стран и не только выживания, а в том, чтобы мы оставались конкурентоспособными. Спасибо большое, у нас заканчивается время, я очень благодарен всем вам за участие в этой панели. Мне кажется, сегодня стало очевидно, что у нас очень разные страны очень по-разному относятся к текущей ситуации, где-то нельзя выходить на улицу, будет штраф, а где-то нужно сидеть дома, а где-то наоборот нельзя сидеть дома и будет штраф. И где-то вот все-таки у нас есть много общего, мне кажется, когда мы сегодня разговаривали, у нас было очень много взаимопонимания, это очень классно, я надеюсь, что эти серии продолжатся. У нас сегодня было от 50 до 60 посетителей в течение всего разговора, мне кажется, это большой успех, я вам очень благодарен. У нас все технически тоже хорошо прошло, спасибо WebEx, спасибо с исками, конкретно Greenlight компании, которая предоставила технологию, и я надеюсь, Мадина, ваш бизнес состоится в этом году, я надеюсь, что ваша ярмарка теперь будет по всей Центральной Азии, может быть, это время размышлений, вы используете для того, чтобы придумать, как взорваться, Ташкент огромный город, который, несомненно, нуждается в такой ярмарке, я буду очень счастлив, если в Бишкеке будут проходить такие мероприятия, действительно, пока такого размера ничего у нас нет, но я также надеюсь, что будет сотрудничество, возможности для сотрудничества у вас с Азизом. Виктория, почему бы вам сейчас не подумать о том, как выходить на более широкую аудиторию с вашим позитивом, с вашим оптимизмом, у нас, конечно, в Кыргызстане сейчас его очень сильно не хватает, в медиа-сфере мы столько каждый день читаем, у нас все новости о том, сколько человек заболело и какие новые ограничения внедряются, все это очень непозитивно и мы рады видеть ваше такое свежее, такое оптимистичное, радостное состояние. Демиля, удачи вашему коворкингу, классно, что вы существуете, классно, что Туркменистан меняется, я видел фотографии, это все очень вдохновляет, что в Туркменистане такие перемены начались. Спасибо, коллеги, британские салюты, спасибо за то, что придумали и поддержали организацию этих онлайн-панелей, у нас подходит час к концу, я думаю, что много вопросов осталось, это классно, спикеров это целый океан и я всех посетителей прошу уже связываться и задавать свои вопросы нашим спикерам напрямую, вы с ними познакомились, давайте знать друг друга лучше. Всем спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok